Кто-то не видит проблемы в излишней агрессивности собак, поскольку порода прекрасно поддается дрессировке, а кто-то склонен считать опасным даже добрейшую в мире собаку. Мы решили собрать этот список, опираясь на количество случаев нападения на человека и на то, каков фрет они могут причинить хозяину. И вот 10 пород, заводить которых мы вам не советуем. Тосаину. Массивный пёс. Порода изначально задумывалась как бойцовая. Норов собак очень крутой. Собственно, он настолько крутой, что в некоторых странах владеть Тосаину просто незаконно. Бультерьер. Эта порода печально прослаивалась своим непредсказуемым нравом. Бультерьер даже после дрессировки может напасть на своего хозяина. Что уж говорить о людях незнакомых. Радезийский риджбек. Собачка из Южной Африки была выведена только с одной целью. Отгонять львов от убитой хозяином добычи. Риджбек очень умный и преданный пёс. Однако, ужасно реагирует на незнакомых людей. Нужно проявлять стойкость и уверенность при дрессировке. Лишний окорик вполне может стоить для лопана куска руки. Канарский док. Это большая собака, предназначенная для работы со скотом в поле. Канарский док требует ранней стерилизации и постоянной дрессировки. В противном случае характер собаки будет очень агрессивен. Американский бульдог. Тяжелая, неповоротливая собака. Они известны своим дружелюбием. Однако, обольчаться не стоит. Врожденное упрямство может заставить собаку напасть даже на своего хозяина. А почему? Мол, ты не отдаешь мою любимую игрушку. Бур Бээль. Также приехал в мир из ЮАР. Эта собака прекрасный охранник, способный защитить дом от самого злобного грабителя. Пёс крайне лоярен хозяевам, а вот всех прочих склонен недолюбливать, вплоть до непредсказуемого нападения. Буль Донг. Породу называют пакистанским бульдогом. И не зря. Чрезвычайно сильный, мощный. Пёс выводился как бойцовый. Поэтому представители породы очень агрессивны и с трудом поддаются дрессировке. Волкособ. Как следует из названия породы, перед нами гибрид волка и собаки. Следовательно, волкособы обладают набором ген, которые формируют непредсказуемый опасный тип поведения. Таких собак используют в военных целях. Дома же заводить волкособа несколько странно. Доберман. Прославленный своими умственными способностями, умением к выслеживанию и бойцовскими качествами, доберманы все же не самая лучшая собака для охраны семьи. Агрессия добермана непредсказуема и вполне может обратиться против хозяина. Питбуль. Первоначально питбуль предназначался для травли быков и медведей. Представляете, на что способна эта порода? Считается одной из самых опасных пород собак. По всему миру питбули используют на собачьих боях. И напоследок народная мудрость. Даже если вам кажется, что хуже уже некуда, всегда случится что-то, показывающее, как вы ошибались. Ставим лайки, подписываемся на канал, рассказываем друзьям и всем спасибо.